Друзья, всем привет! Сегодня хочу предостеречь всех о новом виде мошенничества. Мне на днях позвонили, представились из главка полиции. Человек назвал свою должность, фамилию, номер удостоверения и объявил, что на меня завели уголовное дело о подделке документов. Я была просто обескуражена. Конечно, я ничего не подделывала. Но нагловатый голос уверенно заявил, что недавно некто пытался с моей банковской картой снять достаточно солидную сумму денег в нежное лечение. И сделать это он пытался по нотариальной доверенности, выписанной именно мной. Я никому, естественно, ничего не выписывала. Весьма наглый голос звонившего, угрожающего мне уголовным делом и явно пытавшегося получить какие-то данные с моей банковской карты, а не приглашающего меня подъехать к ним в отдел полиции и разобраться, в чем дело, навели меня на мысль, что мне звонят просто мошенники. Поэтому я решила спросить, а знает ли звонивший мне 51-ю статью в Конституции Российской Федерации? Ее прекрасно знают все полицейские. В ней говорится, что любой гражданин Российской Федерации имеет право отказаться от своих показаний, если он считает, что они были использованы против него или его близких. Согласитесь, обычный человек не знает, что говорится в этой 51-й статье, но человек подкованный, уверенный в своем мнении и знающий, работающий в полиции, прекрасно это знает. Поэтому мошенник явно растерялся, голос его задрожал, и он просто бросил трубку. Сейчас многие, особенно пожилые люди, услышав, что поступил звонок от следователя уголовного розыска, теряются, а этого делать никак нельзя. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Благодарю всех за просмотр этого ролика. Желаю всем удачи, хорошего настроения. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok